Привет, меня зовут Тарас Хамберс, я вообще-то работаю в нескольких краях, данная конкретная презентация, и это будет с компанией «Развестка», я работаю с серьезными, большими данными, большими базами, с адрами, и просто мои наблюдения, может быть даже наблюдения, как с менеджером проекта «Киро-Айти», так как я на разных проектах имею возможность посмотреть, что уже есть у людей подошарных, что новое создаётся ребятам, как он отлично создаётся, какие есть сложности именно с производительностью, и чаще всего меня спрашивают о таком вопросе, как нам оптимизировать SQL вопрос, например, как быстрее что-то получить, как это, но вот в основе этого, это большая тема, как оптимизировать, как всё, я вот выбрал кусочек, который может сильно помочь, на самом деле очень часто помогает, и даже, можно сказать, ты видишь, не очень хороший запрос, ну, ладно уже, отложили, то есть делали индексы, как оно должно быть, и уже центр немножко там со своими оптимизаторами уже разобрался, и даже этот запрос уже, как бы, если времени особо нет, уже хорошо, мы не трогаем, мы не трогаем, мы не трогаем дальше, да. То есть, может быть, на каком-то из следующих группе «Медитейшн» мы продолжим эту тему, про оптимизацию, там, какие-то аспекты, да, более подробно, сегодня я хотел бы поговорить про индексирование, ну, и как бы вот общий перечень тем, что успеем, я надеюсь, что успеем, тут предательный доклад, тут все уже хотят, наверное. Собственно, я кратенько расскажу, что, почему, как, вот продолжим немножко, ты о чем я начал, поговорим о том, как данные пронятся, и в том числе индексы, это даст некоторое представление, почему то или иное происходит, и почему индекс не помог или помог, или еще какой-то вариант, да, какие есть типы индексов, сразу предупреждаю, что это просто не влезет все, да, и про полнотекстовые индексы, не пунктный поиск, там, про пространственные индексы для пространственных данных, да, еще какие-то вещи, про эксцелемные индексы, если бы и прочее, вот. Потом поговорим немножко про то, как индекс декоратируется в времени, как это длится, да, и то, что нам надо делать, чтобы вытащить их из того состояния, что такое статистика, да, но не та статистика, которую мы сейчас послушаем, немножко другая. Вот, ну и достаточно большая будет, я надеюсь, в момент больше всего времени потратить. Разные рекомендации по поводу применения индексов в тех или иных ситуациях, ну и немножко, там, в заключении я кое-что расскажу, да, об общении, об общении. Собственно, почему индексы, я думаю, я уже начал отвечать на этот вопрос в самом начале, да, потому что я открываю существующие проекты, я вижу одну картину, да, как правило, то есть много бывает проектов, что индексов совсем катастрофически мало. Это да, стартап, начали быстренько прототипировать, раз, два, три, четыре, маленькие таблицы, данных совсем мало, получилось, странички красивые, показали инвестору, понравилось, пошло, закрутилось, никто уже не вспоминает, а потом накапливается, данных все больше, появились первые моменты, и все начинает уже, как бы, да, и очень основательно. Другие моменты, которые я вижу, видно, что местами индексы пытаются добавлять, но не понимая, скажем, как это функционирует изнутри, да, может быть, где-то наступают на какие-то крабли, может быть, создают, там, скажем, 20 индексов для одной таблицы, и это все начинает умирать, в эту таблицу массово загружаются данные, и это же надо для каждого индекса, и загрузка данных становится просто огромной проблемой. Ну и другие вещи. Вот про вот эти проблемы с адресом, я чуть-чуть позже расскажу, вот, я постараюсь рассказывать вам, как бы, в общем, потому что я имею в виду про индексы и функционирование без привязки к какой-то конкретной сумме, потому что на самом деле легко найти, вот, два интереса, даже дефрагментацию, да, дефрагментация, там, скажем, майский, оп, пожалуйста, дефрагментация, оп, пожалуйста, потому что это есть везде, да, эти базовые принципы какие-то, они не сильно меняются, в тех СУПД, которые общего действия, да, не специализированы, там, документы какие-то, там, еще, да, которые вот для вот этой ситуации лучше, а эти вот для вот этой, да, там может быть немножко другая специфика, но вот СУПД, скажем, общеприменимый, там примерно, примерно все консорирует одинаково, разница лишь в каких-то, ну, скажем, иногда бывает и большая, да, разница в том, как реализовались вот эти линии, подходитесь, или, например, это, конечно, я знаю, мы сами, мы не во всех проектах на него перешли, да, но иногда приходится иметь дело из МСК. Вот, и, собственно, один еще вопросик, который хотел бы, в общем, видеть, вот тут, там, преступление, да, кто вообще ответственный за это, да, и вот здесь это, как бы, ну, скажем, одна из проблем, которые я вижу на разных проектах, если это компания большая, часто бывает администратор баз данных, который, так вот, стереотипно часто бывает, почему-то сталкиваемся, это какой-то серпитый, вечно недовольный, закрывающий все доступы, все грамма никуда не пролезть, которому, на самом деле, ну, такое часто бывает наплевать, что сделали разработчики, он считает, разработчики сделали схему, таблицы, там, все остальное, индексы от их закона, вот, разработчики, в свою очередь, разумно могут предположить, есть выделенный человек, разбирающийся в базах данных, администрирующий, ну, пусть поможет, пусть делает, и вот это, вот, часто не стыкуется, и на очень многих проектах, поэтому, как бы, я надеюсь, что то, что я расскажу, да, как-то вот ложится в нужную картину, на этот базу, и может быть даже на тех проектах, где вы не можете на что-то повлиять, может начаться какой-то диалог с администратором, да, куда-то его подтолкнуть нужную мысль, потому что не меткость, что люди не сильно квалифицированы, что касается деталей, да. Вот, собственно, о базовых вещах, касательно, как данные, сохраняются, скажем, файловые системы, да, как правило, опять же, не скажу, что всегда, и так, да, но есть страницы, например, в MySphere страницы, могут быть по 16, 8, 4 кВт, да, там, начиная с определенной версии, ну, по 5,6 кВт, можно думать, что, как бы, этим процессом управлять в микрософтовском MySphere сервере, это по 8 кВт, ну, как видите, тяготеют где-то примерно к одним параметрам, да, вот 8 кВт, там 16, 4, не суть важной, не на порядке отличаются, да, эти таблицы, страницы для удобства крипируются в экстенды, и уже вот именно операция ввода в вывода с диском происходит экстенды, опять же, в MySphere они больше, в MySphere сервера, Microsoft, конечно, меньше, у Postgres они смотрел, да, ну, не суть важной, хотя бы та же самая история, и вот, собственно, это как-то обновление, мы сейчас по ходу и пойдем, что обычно представляет из себя страницы, да, опять, детали реализации могут различаться, но в странице есть какой-то кведо, или какая-то метаинформация, да, что там, как там, или это страница индекса, или это страница с данными, или это страница, которая хранит варч, вопчик, и, собственно, если это просто страница с данными, то дальше строки, вот, и в конце страницы, как правило, делают ссылочку, на определенную строку, да, ссылочка занимает, сколько, два, байк, или, может, меньше, то есть, мы четко знаем, что если на педоре нашли там 10 строк, то с таким смещением прочитали адрес, и эту строку сразу нашли на этой странице, как на достаточно быстро в том, что он, опять же, он десятилетиями уже вырабатывался, устоялся, и все примерно делали одинаково в этом плане, потому что тут трудно изобрести такой красивый велосипед, как вот на картинке, но, тем не менее, различия, конечно, возможны, да, и, соответственно, страницы группируются в те экстенды, которые я рассказывал, опять же, это картинки, я взял для Меха Стонтовского сервера, но это не суть важно, это во многом похоже, то есть, если таблица маленькая, не имеет смысла на нее выделять там большой экстенд, потому что просто будет проста этот данный, да, поэтому, как правило, работа субболия начинается с того, что вот, вот она, как видите, немножко туда, она смотрит, выделила там страничку, или две, но при этом остальные страницы этого экстенда могут использоваться за другую таблицу, ведь мы не знаем, вдруг эта табличка была со списком статусов, там, скажем, статусов чего-то, их всего 10, и они в жизни, там, 13 станут через два года, да, там, какого-то статуса, какого-то процесса, нету смысла выделять 10 центов, он, по-моему, может заходить даже до них, а поэтам, на себе, какой смысл он на таблице выделяет вот, после того, как таблица растет, 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 в какой-то момент суббот понимает, что это уже серьезное дело, да, и уже именно, опять же, для упрощения и для последовательности операции кода вывода, которые, особенно, на флешбисках, данные на ССД, как выполняются случайные чтения очень медленно, но ради этого делают определяют выделенные экстенды таблички, надо, не знаю, все скажем, 8 или сколько страниц туда входит, за 30 и на сколько это. Вот, и, собственно, вот опять же, да, если мы возьмем файл данных какой-то, который состоит из вот этих страниц, экстендов, они тоже весьма специфичные, и для каждой ССД по-разному, но здесь есть какие-то служебные страницы, например, вот эта, которая задает нам вообще, скажем, в какой-то базе данных этот файл принадлежит, там, сколько там того, сколько этого, так как это общая медленно информация, может быть и те отдельные служебные страницы, которые покажут где и сколько по объему следующей страницы, насколько загружены, потому что как начинается, у нас идет добавление записи в таблицу, мы находим в каких страницах там таблица, места не хватает, хорошо, какую следующую страницу сразу нажим сайт. Собственно, вот тут есть ряд таких вот служебных страниц, которые позволяют нам быстро найти ближайшую свободную, а также есть служебные страницы, которые помогают нам найти какие странички принадлежат этому индексу или этой таблице. на что я хочу обратить ваше внимание, это скажем такая плоская структура, представьте себе, ну и у многих клиентов это еще правда, не SSD, просто жесткий диск обычный, большие файлы, много таблиц, вот это плоская структура, мы что-то добавляем, оно ищет, где-то нашло свободное место, записало, потом удаляем, хорошо это освободилось, или там добавляем ту страницу, где уже что-то было, не влазит, приходится опять же рассчитывать, и вот это все, а так как например страница создавалась скажем от назад, и за то время уже нарос файл там пучат других данных, то следующая передач вот там, а потом вот там, и когда вы начинаете работать, это для нас выпишем select всех юзеров из таблички юзер, но это пойди посмотреть, какие страницы принадлежат таблички юзер в сейл а это может быть там сотая, тысячная, десятитысячная, там еще что-то, это надо все затащить, все дать, вот, и просто вот этот момент, особенно когда строят индексы, и просто таблицы, и когда работают базы, постарайтесь вот не упускать, да, как вы едете на машине, вот что случается, когда вы нажимаете кнопку, почему плохо его нажимать, да, почему еще что-то, мы отдаем себе отчет, мы понимаем, как оно внутри будет царить, и вот отдавая себе отчет, как оно хранится, я думаю, это может, по крайней мере, в некоторое время, это помогло лучше осознать последствия своих шагов и применения тех, как они решили. ну и, собственно, бывают страницы, которые хранят очень большие объекты, так называемые, да, клач, офис, и там они просто не в состоянии 8 килобайт сохранить, а там просто вводится ссылочка, а на самом деле отдельные страницы там сколько надо, скажем, под мегабайт, это будет, ну, сколько там можно посчитать, на 8 килобайт, очень, очень мало. вот, и теперь, собственно, то, чего в МСПРе нет, ну, бывает, в других, суббатарей, это частый вариант, для хранения данных в таблице есть, скажем, ну, по крайней мере, в рамках этой презентации по базовой механизме посмотреть, это вот, скажем, все в куче, да, это когда нету никакого порядка, имеется в виду, мы добавляем новые данные табличку, они находят ближайшее свободное место, ложатся туда, они принадлежат таблицу, нет никакой упорядоченности, сортировки, ничего, то есть, нам нужно вставить что-то, нашли ближайшее место, вставили и поехали дальше. Единственное, максимум, что есть, вот, как я говорил, в файле, есть специальные странички, которые принят ссылочки на все те другие страницы данных, которые принадлежат данные таблицы. Вот это на самом деле не дерево, а просто список страниц, где мы можем найти данные таблицы. Мы говорим, а хотим найти САРУ, это всегда для СУБД, значит, посмотрели все страниц и поехали, раз, два, три, все шесть в данных случае прошли, хоть мы САРУ даже найдем на четвертый, мы уж не знаем, где еще все страницы, это всегда скодирование всего, если как бы нет индекса, ничего мы еще не задали, это хоть ничем хранится, но есть ситуации, в которых это правда, но это наиболее распространенная вещь, классическая для индексов, это сбалансированное дерево, там, B3, на самом деле, вот то дерево, которое изображено здесь это P+, я объясню, в чем между ними разница, это уже иерархическая структура, когда начинается все с одной странички, с одной индекса, с странички, которая хранит диапазон значений индекса, то есть, в данном случае, для упрощения, скажем, есть какой-то числовой индекс с одной структурой, с значения от одного до четырех тысяч, вот отлично, она начинает, она описывает везде, потому что вот отсюда до сих пор вот такие значения есть, и потом как бы идет разбитка, то есть, от одного до тысячи, скажем, вот эта страничка, она ссылается на эту, если, скажем, ну и так далее, да, от тысячи одного до тысячи, так, и так далее, и теперь смотрите, когда мы ищем, например, кого-то там сайди, ну и не знаю, там, 900 до них, да, мы заходим сюда, выходим, в какой диапазон попадаем, попадаем в диапазон от одного до тысячи, переходим на эту страницу, тут опять рассматриваем записи, смотрим, что, скажем, от одного до ста это сюда, там, от ста до ста до одного до тысячи, туда и так далее, находим свой, от 900 до одного до тысячи, уже отсюда, как бы, переходим на на самый нижний уровень, где, я тут уже, как бы лежат все ключи не просто диапазонные, здесь просто диапазонные, начиная с верхнего до этого, а здесь уже, как бы, есть все ключи и значения, вот здесь от одного до 50, ну и здесь 50 записей в этой страничке, и так далее, то есть, вот это называется листовой уровень, и вот, а самый нижний, где мы можем найти отдельные значения, все вот эти, это не листовые, и помогают нам сориентироваться, и вопросу о том, что я говорил, да, чем отличается B3 от B+, перед тем, а гнём B+, кроме всего прочего, например, если вам надо найти какой-то диапазон значений, скажем, запросили от 901 там до 1000, да, то, как правило, это означало, что вы находите 901, там сколько нашли, потом ищите следующий, то есть, всегда по этому делу спускаются, да, вот именно для диапазонных операций не было ничего, а B+, все листовые страницы между собой связаны, как бы, то есть, мы знаем, если нам влево, ну, в смысле, в правую сторону, то это вот туда, на двух сторонах, то если влевую, то вот туда, мы можем легко сканировать по диапазону. Вот, собственно, на P3 дерево используется достаточно активно и в Microsoft SQL, и в MySQL, и в Office, и так далее, но я немножко подробнее об этом буду поговорить, когда мы будем рассматривать первичные ключи, и пластырные индексы, и пластырные, и так далее. Ну вот, опять же, вот теперь посмотрите на эту структуру, и вспомните вот тот момент, который я говорил совсем недавно, это, такого нету в пайле, оно вот так не лежит, это все равно вот такой ряд страниц, и чтобы вот это все взять и в такую логическую дерево построить, это достаточно много операций чтения. мы сразу находим корневой, потом мы должны найти еще где-то пайли вот из следующего уровня, потом мы еще найдем ниже, а вот это не значит, что они вот так вот все лежат в ядочках, да, это может быть двухтысячный, это там десять тысяч рублей, да, это тоже вот все перескакивание в пайле, поэтому в самом деле ничего так просто не дается. Ну, кратенько про компрессию, то есть некоторые субриде позволяют компрессировать индекс или данные в таблице или то и другое, причем компрессировать на разных уровнях. Будь то простенькое компрессирование, где, например, в списке значений индекса следующий элемент указывается как предыдущий плюс то, что разница, да, например, если там скажем первое значение индекса ABC, а второе там ABCD, да, то указывается что B только на B отлично, да, но к чему это все идет, да, и чем вот это как бы компрессия на уровне строка, это вообще компрессия на уровне страниц. Чем ниже спускаемся, тем эффективнее, да, на уровне страницы можно лучше найти повторяющиеся комбинации, еще что-то закомпрессировать, сжать сильнее, но это все ведет к тому, что случайные операции это очень дорогостоящие делали, какое-то значение с этой страницы, это ее развернуть, понять, где она лежит, взять и свернуть, да, то есть компрессия здесь надо очень аккуратно, и она имеет смысл, когда намного дороже, скажем, ну, в плане, в плане скорости, да, получить данные с диска и отработать, чем когда они все помещаются в память, то есть когда мы можем немножко проигнорировать тот факт, что процессору придется усиленно это все раскомпрессировать, то достать их оттуда будет немного сложнее, но уже, например, мы точно знаем, что у нас такие операции, которые проходят страницу за страницей, это не проблема, потоковое режиме мы раскомпрессируем, мы как раз обрабатываем, когда это не случайно, там, 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 тяжелые случаи, а вот, когда у нас потоковая обработка, там, там, в принципе, компрессия может принять сильный сам. Вот, собственно, теперь про ин, про типы индекса, но, здесь, скажем так, сколько людей, сколько, наверное, классификаций, нету какой-то устоявшейся, я поэтому не претендую, просто перечисляю одну из, один из возможных вариантов, потом мы еще посмотрим некоторые вариации, вариации типа индекса. Собственно, про такую таблицу не структурированную мы уже посмотрели, сейчас вот я вам покажу классные и не классные индексы, собственно, вот это дерево, про которое мы говорили, хэш-индексы, что может быть интересно тем, кто с MySQL'ем работает, там надо очень осторожно, ну и кратенько, про вот эти три я, в принципе, могу сразу, ну, ну, мы к ним вернемся еще, да. Ну, видите, основное отличие, то есть, многие, наверное, хоть все дело, да, но, чтобы освежить картинку и вот для дополнения, общей картин индексирования, на всякий случай напомню, то есть, что такое у нас кластерный индекс? Это кластерный индекс, это когда у нас вот такое предвиделок, которое мы рассматриваем, но на листовом уровне лежат, собственно, самые данные и лежат именно в порядке сортировки вот этого кластерного индекса. то есть, если кластерный индекс у нас, ну, скажем, по ID таблички неудача, вот здесь строго будет один, два, три и так далее, да, они все в порядке. Это не значит, что, опять же, они в порядке в базе данных лежат. Вот это может быть страница номер два, а вот это может быть страница номер тысяча, потому что, скажем, когда добавляли это, освободилась вторая, еще далеко не ходить, положили в актуру. Свои части данные все в порядке и в этом деле они в порядке. Но, опять же, в самом файле базы данных они могут начать в любом, в том числе и производом. То есть, кластерный индекс, он группирует данные по, собственно, по значению этого индекса. Если это фамилия, значит по фамилии, если это ID, значит по ID. Хорошей может быть аналогия, вот с библиотекой часто бывают сравнивают это. В библиотеке есть и еще с 19 века, если не ошибаюсь, классификацию ввели, вот тут, то есть каждая библиотека по-своему решала вопрос, как же все-таки упорядочить это, чтобы человек не верно мог сориентироваться в библиотеке, в библиотеке, когда он не ищет. Когда только по алфавиту, но мало смысла, есть разная тематика, и так далее. И ввели десятичную, трёхзначную, классификацию, например, скажем, точные науки, это по-моему 500, от 500 до 599. То есть там 500, там сколько-то, это математика, ну и так далее. Вот заходя в зал, где вот это все стоит, там прямо на стеллажах, там 501, там 600, и человек вот идёт, дошёл 500, о, моё, дошёл, и порядок идёт, там 501, 502, он знает, что у меня километрия, там 507, он чётко знает, куда идти, потому что оно выстроено, в том порядке, как ему не надо, он не бегает, без конца, не от зала, и человек, ну и по километрии, потому что она уже, как-то стоит на одном из стеллажа. Вот это вот аналогия кластерного индекса, когда данные, как минимум аналогически, да, они выстроены в таком порядке, что мы легко можем, ну скажем, если мы ищем по диапазону, или отрабатываем диапазон, мы легко можем вот признать, пробежаться, и найти именно в том порядке, в котором мы ожидаем. Собственно, не кластерный индекс, у него в порядке лежат только значения индекса, то есть если это, например, не кластерный индекс по фамилии, то когда мы смотрим на этот индекс, здесь все будет упорядочено, но кроме самого значения индекса, здесь будет ссылочка на пыльничный ключ, то есть здесь не сами данные лежат, а значения индекса их где искать, значения индекса их где искать, и вот, собственно, когда мы пробегаемся индекса, он будет в порядке, и в том порядке сортировки, который они указали в его создании, но, собственно, в этой базе здесь никто ничего не может обещать. И вот, для примера, например, в MySQL есть такой приходильный storage engine MyISM, и у него нету просто, нету такого понятия, как хранение, ну, то есть как кластерный, там у него и первичный ключ, и вторичные ключи, они просто, то есть упорядочение существует, и упорядочение, и сортировка индекса, который мы задали, существует только вот на уровне страницы индекса, потом это уже, видите, стрелки в разные стороны, как оно, как они фантазят, это дает определенное преимущество в некоторых ситуациях, вы непривязаны, ну, то есть вы когда, скажем, загружаете данные в огромных объемах, вам не надо искать, ой, вот это значение попадает, фамилия, скажем, между этими двенами, надо как-то туда вставить, значит, надо как-то подвинуть, что-то сделать, да, а мы просто складываем все подряд, потом уже не значение будет, скажем, линками, связанными с, ими страницами данных, то есть есть плюсы, есть минусы, я расскажу чуть-чуть, так, ну, это мы уже рассмотрели, срочи, собственно, вот, для чего отлично подходит и три дерева, и индексы на его основе, хорошо подходит для, когда у вас есть, скажем, значения, которые полностью соответствуют ключу, да, индекс может быть из одной колонки, там, две, три, может быть, вообще приехали с одной колонки, как мы рискуем, по-твоему, то есть у вас есть это значение целиком, вы очень легко, по-три дереву найдете, и включете это значение, и его дону, да, если у вас, скажем, нету полностью значения, соответствующему ключу, то есть, вот, какая-то, сейчас слева, например, у вас индекс, фамилия, и вы хотите найти всех, как Ивановых, вы не знаете, какое у него имя, но это, скажем, не сможет сделать, потому что, вот, начиная от здесь, и на всех уровнях, их диапазон, по-ми, и на всех уровнях, и на всех уровнях, то есть вы находите, что у ваш Ивановых знак вопроса, попадает вот в этот диапазон, вы ходите в первую, сюда, и дальше просто сканируете диапазон, потому что гарантированно, оно упомяночено, как вы говорите, и вы найдете всех Ивановых, или все, ну, рядочек, скажем, хотя бы аналогически, вот, ну, это, собственно, то же самое, да, рефлекс колонки, самое важное здесь, что оно должно начинаться, то есть у вас должна быть та часть, которая начинается, вот, прямо, как я говорю, арифинанс, с левой стороны, то есть если это Иванов, то вам тоже можно Ив поискать, да, или там Ива, или Ива, но вы все равно найдете всех, у кого фамилия сифром начинается, то есть вы вдруг захотите найти, скажем, там, Алик, а у вас индекс фамилии, здесь нету никакой возможности найти Олега, он никак просканировал глупо область, потому что вы не знаете, какая фамилия, да, фамилия может быть потенциально любая, или найти Олега, вот, если это не успевать, я расскажу про один тему, который можно даже с гостей деревьями делать, что-то строить, хорошо, поехали дальше, ну, в общем, основную идею, когда вы помните, смотрите, кэши и индексы, ну, с кэшами все знакомы, да, и с кэш-таблицами, то есть мы применяем определенную функцию, получаем кэш-значение, которое, как правило, меньше, чем то значение, на котором вы его примените, оно маленькое, компактненькое, да, и мы храним его, как же, как-нибудь, хорошо работает, если у нас полностью есть значение, поэтому, значит, мы полностью знаем результат кэш-функции по нему, и мы просто по этому значению находим нужную позицию и по ссылке достаем данные, да, вот, это хорошо работает в этом случае, но практически не работает во всех остальных случаях, если у вас хэш-индекс, не дай бог, кто-то признал, там, фамилия, имя, а мы по фамилии, ну, как мы найдем, да, мы не можем получить полностью хэш-значение, не знаю, второй части, да, соответственно, мы никогда не найдем индексы, так само мы не можем просканировать диапазон, потому что Иванов, там, Олег, и Иванов, Валерий, на имени, может быть, совершенно разные хэши, в совершенно разных частях хэш-таблицы находиться, никакого сканирования диапазона просто не получится. Поэтому хэш-индексы, они, на самом деле, полезны иногда, да, когда вы ищете по-одиноку, вам надо вытащить одиночную строку, или там, или там, я не знаю, объединить таблицы, но когда вы точно знаете, у вас есть распоряжение, значение, по которому подборывался хэш-индекс, если там много колонок, у вас есть много, и вы знаете значение, тогда вот эти связи пройдут достаточно быстро, но у всех других это, конечно, может быть, проблематично. Вот, некоторые вариации, ну, те, которые мы уже частично смотрели, вы хорошо знаете, так, личный ключ, как правило, B3 дерево, и, собственно, его значения объективальные, ну, мы еще поговорим про требования к первичному ключу, и какие стратегии можно использовать для его индексирования. Уникальный индекс, как правило, в принципе, если в таблице есть еще какое-то значение уникального индексирующего записи, таблица, там, у него формируется уникальный индекс для двух причин, потому что первичный может быть только один, да, а мы хотим контролировать, скажем, уникальность, то есть еще что-то, плюс, может быть, у нас есть какой-то внешний ключ, да, вот, понятие включенных колонок, все, может быть, сюда, смотрите, например, предположим, мы выбрали DIN, D3, D3, фамилия, имя, но в запросе там мы делаем select, там, фамилия, плюс имя, еще что-то, да, нам вот это еще что-то, не с руки добавлять сюда в индекс, потому что он разрастется, да, чем больше там будет в индексе, тем больше будет уровень, тем больше, и тем сложнее будет искать, да, а если мы знаем, что мы по нему сам поиск не проводим, и сам сканировали диапазон, да, некоторые СУКТ позволяют вот тут на самом нижнем уровне включить еще некоторую часть данных, которые как бы не вся строка этих данных, да, какие-то комодки, которые мы можем сделать. Поэтому поиск так и продолжается, скажем, по фамилии, имени, но когда мы добрались туда, где там нашли того же Иванова Олега, да, тут у него лежит поддак, подождение, еще что-то. И мы все полностью из индекса взяли, даже не летим к страницам данных, и это получается намного попустим. К сожалению, мы использовали этого, но есть еще фильтрованные индексы, ну, наверное, да, кто там в микрософтовском СТЛе, в конкурсе, когда, например, у вас, скажем, миллион срок лежит, и только 100 из них не уработано, ну, скажем, заказы, заказы, там, 99 тысяч там все обработано, а 100 нет, имеет смысл, что индекс именно по тем, которые имеют обметочку необработанных, которые легче, и быстро может доставать из вас, и нам нету дела всего-то большого актива. Вот, кратенько про статистику индексов. Ну, это, образно говоря, можно сравнить, скажем, есть какой-то запрос, у него есть склады, да, и вот начальник спрашивает, а у нас там 100 пар сапог у тебя есть? Вот, то есть он должен знать, где что. В плане индекса статистика значит, что индекс должен быть, то есть Суперде до этого индекса должна приятно знать, сколько уникальных значений мы ожидаем, да, в этой таблице. Некоторые особенно уникальные, да, Суперде могут там до каждого значения еще какое-то, насколько часто, вот, ну, скажем, может быть, 100 уникальных, но 99 из них встречаются по одному нюансу, особое, встречаются 10 тысяч раз, и такой индекс не очень будет хороший, если мы вот по тому значению спросим 10 тысяч раз, тогда проще просто просклинировать, вот, то есть каждая Суперде в той или иной мере пытается вести статистику по своим индексам, она автоматически обновляется в некоторых, в некоторых нет, в некоторых можно запросить ее мнение, когда захочешь, у некоторых нельзя, там целый разнобой, но в любом случае, если вы, например, введете индекс статистик с МСП, да, и как ее можно там поддерживать, и как она вообще строится, вы легко найдете, потому что это вот, фрагментация, немножко я рассказал уже об этом, да, то есть, когда страницы, когда у нас лежат, я здесь сейчас покажу, то есть, например, у нас была страница данных, все плотненько заполнено, до тех, восьмере, 16 килобайтов, и мы тут, папа, фамилию, вот, скажем, девушка вышла замуж, и фамилия стала через петис, и все, перестало влазить сюда, да, то вот, когда мы храним, скажем, непорядочно, да, как, какой-то, скажем, типа кучи, подлинца, да, то, опять же, от реализации супердля, мы можем оставить поинтер, и эти данные в другой странице, на любом случае, мы разбили на две, или же, вот, наиболее частый генератор, который встречается, мы просто, тогда, расщепляем эту страницу на две, положим половинку, тут, половинку, и вот, здесь уже, где-то, по-русски данные, что у нас влазят, но, теперь, вот, представьте, момент, тот запрос, который вытаскивал данные из этой таблицы, если ему надо было, скажем, вот это, и вот это, это была одна операция, и теперь это будет, то есть, кто знает, в каких концах базы эти операции, почему, проявлялся, и, видимо, страницу, да, критично, вот, оно происходит при вставке, как мы посмотрели при обновлении, ой, то есть, при обновлении мы посмотрели, при вставке, так само, если, если уже, мы, например, вставляем значение, в которое по-лижесу должно попасть ниже, а не стояло, расщепляем ложь, вот, при удалении, почему здесь происходит гиперокультация, то есть, мы можем удалять много всего, и страница стала пустой, да, и, скажем, кто-то другой ее задает, например, первая страница, вторая стала пустой, третья, и, скажем, вместо того, чтобы четвертую добавлять данные, вытяните последовательные операции, СУКД может начать вакторию данных, и вместо того, чтобы даже тот же пластерный индекс, нам кажется, мы должны все подрядом быть, вторая, третья, потом вторая, потом четвертая страница, и, 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 вот, ну, как я говорил, увеличивается количество операций года-выгода, теряем мы возможность считать последовательными, и, собственно, как мы с этим можем бороться, МСКЛ на внутреннем уровне немножко это делает, но, как бы, не дает этим управлять, более развитые сутки дают управлять, то есть мы можем задать, например, скажем, что дополнение страниц должно быть 50% припослойки, и все это оставляет нам 50% свободного места в таблицах, если мы, скажем, еще такой же объем данных, как в этой таблице уже добавим, практически можно ожидать, что рассчитывание будет мало, но будет, конечно, будет неравним. как бы, надо помнить про кипеда, да, то есть, где можно, где имеет смысл, ну, скажем, если, ну, там разные варианты, да, если мы знаем, что, например, вот это стринговое значение никогда не будет больше, там, 25, в некоторых ситуациях, опять же, это надо смотреть уже по обстановке, можно решить его хранить не как переменной в строку, а просто строку 25 всегда, тогда мы гарантированно знаем, что из-за увеличения значения этого поля расщепление страниц не произойдет, да, мы там больше места на диске даем, но как бы изменится фамилия, добавится 5 символов, для нас ничего не поменяется, эта запись уже в той же таблице, вот, ну, и так само от и пол перезначения, да, то есть, можно, вот, опять же, сильно зависит от суббега, но есть во всех, в той или иной мере, мы должны со временем, и поверьте мне, очень сильно деградируют эти вещи, из-за расщепления страниц, из-за фрагментации, из-за фрагментации данных, то ли, фрагментации данных, фрагментации индексов, месяц за месяцом ваши страницы будут деградировать, особенно, если у них что-то записывается, у них что-то обновляется, это без вариантов, да, поэтому, просто, поинтересуйтесь, в том же, на микрософтовском, сфере, можно чуть, чуть попроще, сделать, не такую жесткую операцию, индексы, организации, это просто, мы, если у нас, как я говорил, там, первая, страница данных, третья, потом вторая, потом четвертая, он их меняет местами, так, чтобы данные были, когда в логическом порядке, есть более жесткая вещь, это, ребилс, он фактически строит индекс с половой, экземпляр его, а потом, удаляет, вот, старый, как бы, и все, все ссылки переходят на этот, вот, те, которые не поддерживают, скажем, ну, в Майсфеле, если не ошибаюсь, можно депрагментацию сделать, делать пустой, а, 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 просто, без ничего, а, 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 и указат, анчин, да, оно, на самом деле, проведет депрагментацию, это такой тринк, ну, можете поискать, как бы, сейчас, возможно, с новой версией изменилась, есть такой вариант еще, оптимайстый, вот, там, боже, майсфеле, такой эскрезер, другой эскрезер, в общем, самый последний выход, если ничего такого в СУБД нет, можно просто этот индекс придите, создать новый, не будьте аккуратны, если у вас база данных, постоянно доступна, с людьми, да, это может быть жестко, то есть, можно скопировать, тогда куда-то, создать копию таблицы, там, сделать уже как положено, да, а потом в нужный момент переключить, но вот здесь надо не утратить эту синхронизацию, изменения, которые на копии, с кодами, то же самое для, с ориен, для статистики, то есть, некоторые СУБД позволяют явно написать апдейт, статистик до вот этой таблицы, вот этого инфекса, и можно там, скажем, каждый день запустить какой-то бэкраунд процесс, мочу, который по всему списку таблицы вызывает апдейт, статистик до вот этой таблицы, до вот этого, что, как правило, в микрософских серверах всегда администраторы дает, вот, в той или иной мере, в Майсфель тоже есть, можно, если мы аналайзим, если не ошибаюсь, все равно, когда-то идет, или же, если мы попросим шоу-индекс, вот этой таблицы, оно тоже, обеспечивает апдейт, а потом, вот, ну и, собственно, сейчас кратенько тогда пробегусь, сори, чуть больше занимает, тема объемная, по базным стратегиям индексирования, да, что, что, и когда мы можем делать, смотрите, а когда вот эти неупорядоченные, непорядоченные таблицы имеют смысл, ну, скажем, если вы делаете что-то, в процессе появилось немножко строк, и вы в какое-то временное таблице скинули, совершенно не имеет смысл создавать, не имеет, ну, первичный ключ, разве что, чтобы проверить уникальность, да, то есть там 10 строк, 20 даже, 50, тем быстрее будет их всех расканировать, и, 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 это основное показатель, когда вы видите, что на маленьких таблицах, особенно на временных, никак вам не помогает им, и, 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 по пластам, то есть, так как вот это, это три дерева, может разрастаться очень сильно, если у вас там увеличивается размер, отличается, то к нему требования, чтобы он по возможности был узенький, обязательно уникальный, желательно стабличный, и постоянно увеличивающийся, да, почему вы часто видите, что стабличный ключ, в основном, таки построен по айдичному, да, по айдиндитикологу, по авторинкрименту, вот, ну, собственно, это вот один из вариантов, когда применяется к вас, на любви, авторинкрименту, но иногда, скажем, у вас табличка, стран походу, да, или штатов, в Америке, или еще чего-то, ну, айдиндитик не имеет особого смысла, будет даже более эффективно, особенно потом, когда вы объединяете эту таблицу с какой-то другой, чтобы получить полное название, страны или штаты, будет эффективнее применить, как первичные ключи, соответственно, классно, и сделать индекс, по другому полю, и в данном случае, имеется в виду, что не аутоинкрименту, да, чтобы это сделать. Вот, вот эти два, в чем-то схожи, и на самом деле, редко используются, но очень сильно помогают. Наверняка, каждый сталкивался, в базах у вас, есть, скажем, табличка хедер, табличка детали, да, табличка, там, я не знаю, заказ, табличка детали, заказ, где у нас будет, на самом деле, очень сильно помогает, но, опять же, надо аккуратно смотреть, я, там, еще раз скажу, да, то есть, если вы, да, если вы, в этой табличке детали, да, которая, вот, скажем, дочерна, да, не основная дочерна, если у вас кластерный индекс, будет построен, по комбинации, вот, ключа, ссылающегося на родительскую, плюс, ID, вот этой вот, дочерной, то есть, обычно, как строится, родительская header ID, это аутоинкрементная, и по ней, первичный ключ, по ней, кластерный индекс, табличка детали, опять же, по ней, аутоинкрементный, первичный ключ, кластерный, но не сильно хорошо работают, потому что, как правило, в табличке деталей, ну, детали с небольшим промежутком, друг от друга, добавляются, и все, добавились, вот заказ, да, все его детали, и все, мы потом расширяем, например, и когда мы обменяем родительскую и дочерную, намного эффективнее, если дочерную, будет упорядиться, чем они по ID, а вот именно по родительскому, по раму, и плюс ID уже свой, вот, вот, тогда будет намного лучше, вот это, в принципе, тот же самый вариант, но для отношений, многие, ко многим, вот эта стратегия, то есть у вас, например, есть табличка, скажем, пользователей, табличка ролей, а есть табличка пользователей ролей, да, где каждому пользователю, может быть, там, 4, 5, 6, и так далее, то вот, если вы выстроите ее не по ID, вот эта вот табличка, те три колонки, а ID, потом, скажем, user ID, и role ID, да, а вот если она будет по юзердировой, как кластерный, то равно, она лучше будет поискать, ладно, вот это я туда отпускаю, последний, потому что, вот, собственно, не кластерный, во многих случаях, тех же самых, то есть, если кластерный, не имело смысла применить, для внешних ключей там, да, если это, скажем, не родительский, дочерний, не другой подобный, в принципе, всегда, на внешних ключах, имеет смысл применять, потому что, мы будем с ними джойнить таблицы, как правило, скажем, исходную, вот этой, которая на нее ссылается, вот, да, про фильтрованные индексы, мы поговорили уже, почему, и про включенные колонки, да, это уже не будет, вот, собственно, покрывающий индекс, вы наверняка слышали, это понятие, да, это когда мы можем полностью запрос, обработать, отфильтровать, и достать все нужные нам данные, не выходя за пределы структуры индекса, мы не идем даже к страницам данных, у нас все есть в индексе, или же ходит, как ключи индекса, или же лежит на нижнем уровне, как включенные колонки, и так далее, то есть вот эти покрывающие индексы, как бы, очень эффективные, и если можно, и для тех запросов, которые нам надо, то есть, мы с вами с вами, чуть-чуть, 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 то есть, это просто, search columns, это, когда у вас приложение поиск, происходит по какой-то колонке, вы даете ее на UI, можно что завести, поискать, имеет смысл сделать индекс, когда вы много колонок даете на UI, и непонятно, какая будет их комбинация, да, тут просто можно не осилить, сколько индексов сделать, и это не имеет смысла, и наоборот, вашу базу положат, в плане производительности, можно сделать индексы, по наиболее часто встречающимся комбинациям, умные базы данных, и MySphere вот сейчас стремится, хоть чуть-чуть, это самое, но, есть, да, индекс intersection, это как-то он, скажем, с УТД может определить, ага, вот, нет, по вот этой колонке, я могу этот индекс использовать, по вот этой, вот это, а что между ними в запросе стоит, а, n, значит, делаем intersection, да, нашли тут строки, нашли тут строки, intersection, там, скажем, осталось 10 строк, вот они, то MySphere очень плохо делает intersection, когда есть или, да, если вы пишете, вот это или, вот это, да, это просто жесть, как правило, жесть, да, если у вас встречается такое, это, мы сколько уже исправляли вопросов с этим, да, в принципе, где-то, вот, идти осторожно, когда вы объединяете таблицы, и, да, 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 Продолжение следует...